с большой долей вероятности друзья у каждого человека всего лишь одна жизнь и она намного короче чем кажется потому что времени много по факту обернулся уже большой взрослый дядя обернулся у тебя уже дети обернулся уже дедушка обернулся уже обращался некуда именно поэтому так важно реализовать знаете стараться идти к своим мечтам как можно быстрее и реализовать все что ты задумал чтобы не было внутри какого-то знаете пустого чувства и сегодняшнее видео сегодня друзья 21 07 21 год замечательный день мы начнем именно с вот такого исполнения большой мечты одной из членов нашей команды потому что мечты бывают большие маленькие промежуточные но их важно фиксировать именно этим мы сегодня и займемся потому что ну примерно два месяца мы ждали одну посылку вот и она только что пришла заняться курьер я хочу это доброе видео еще не знаю чем она будет со снять именно с этого друзья я распаковываю мечту человека который занимается компьютерными ремонтами у нас компьютерная мастерская поэтому не удивительно то что здесь оборудование которое приносит знаешь радость любому мастеру в данном случае нашему мастеру александру который еще даже не знает что я распаковываю то что он очень очень ждал но это это именно но это никакая не реклама это то что нужно для того чтобы делать быстрый качественный ремонт и это друзья вот такая вот компактная станция паяльная от gbc и саша не просто так ты сегодня интересовался где она где она потому что она земли и и и и я тебя официально поздравляю ты давно не мечтал серый пакет серый пакет внутри тоже 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 есть сашка давай с тобой знаешь просто вдохновимся это день хорош потому что действительно очень долго шла никак не могли я даже 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 мазать вот да смотри это сразу тут набор необходимых жал уже открывали смотри негодяи мы мы даже не не разрезали ленту почет ну ладно него она не проверяли что тебе все прекрасно держи держи и давай просто заглянем эту красоту во первых 10 10 носки подарок станции носки потому что чтобы заземлиться удобно допаять надеваешь носки лучше это где такая это adidas кардес вы видите да то же самое это все конечно мелочи но самое главное приятно то что теперь в нашу компьютерной мастерской из нас вот вот это вот красотка вот на этой саша на держи поздравляю тебя с осуществлением небольшой мечты пусть она принес тебя она такая прямо ну приятно это же по ощущениям просто я себе оставлю носки а ты знаешь чувствую себя настоящим на сегодня пойдемте еще офисы занял покажу что я по супер скидки нашел человек не обманул смотрю меня теперь совета ну блин вообще конечно хотелось топорик но ничего пойдет и такое вот смотри какой есть она очень теплоемкая касса жду словах чем допустим эта станция лучше ну обычный допустим от киневской вот смотри еще такое это мини волна мини волна да можно паять любой стороной можно боком паять можно так ну как хочешь это больше универсал сань основной кайс на и кайфушки в чем основное преимущество этой станции от других когда ты работаешь есть такое понятие да вот ты паяешь и у тебя начинается тот процесс когда ты сталкиваешься с бессвинцовым припоем и у тебя просто паяльник не хватает мощностью начинает тяжело ввязнуть просто жало вязни ты не паяешь ты мучаешься ты начинаешь там что-то добавлять чтобы сделать этот процесс но более удобным для тебя и у тебя в общем то возникает ряд сложностей здесь она наращивает мощность в соответствии той нагрузки которая нужна то есть есть мощность нужно больше она ее автоматически добавляет и вот в чем как бы преимущество этой станции от друг ты счастлив да все переходим дал вообще она для ремонта карта самый то отлично потом маленькие шажки большой мечте переходим к следующему сервису да ладно советую когда ты работаешь да тебе нужно снять карты здесь такая штука ты снимаешь картрид из паяльника оставляешь его тут ну и в общем сюда вставляешь другой мелочи до мелочи приятно быстро съемный ладно отлично санька ты там гоняй кассиры но нас кит конечно вообще что-то с чем-то это счет такой вообще за что зато есть инструкция это вообще удивительно самом деле то есть ты представь каком количестве у них этого всего и как они стараются людям сделать приятное то что просто накидали чулки и детские носки взрослые носки маски то есть чувствуешь как на центральный рынок пришел хотя заказывал просто фирменный gbc паяльник очень приятно на самом деле мелочи приятно все оставляю в офисе невероятно жарко и парень максим забежал макс мы сейчас твои оба потеть будем прямом смысле этого слова я не знаю что происходит у нас 35 градусов на улице причем в обычно в подвальчике должны прохлада но нет расскажи что что случилось ну решил в общем почистить компьютер значит открыл ты пришел с армии ну да да большим никто не пользуется его по-любому надо было чистить там в один а система значит я вообще вот посоле ничего не делали с ним не пылесосим по-любому то есть история такая ты уходишь в армию аппарат работает из армии возвращаешься думаю по пылесошу ну да по пылесосил я про больше не включился но до того как ты начал пылесосить он включался и работал стабильно я понял тебя где служил в астрахани что вышел жарщик да жарщи у нас подвале там 40 градусов там всегда он за себе не привыкать что за войска что у вас там же защита родины да так залетай сюда данька давай посмотрим на системник макса действительно водянка z-170 про материнская плата это 1070 какая-нибудь я до 1070 видеокарточка айчилл классно кстати по полной катушке две планочки от corsair в engines судя по всему также блок gs 700 и обычный жесткий но и создать должна быть поклассе же она и вот тоже самсунговская сверху ssd стоит он у тебя вообще признаки жизни подает надежда вообще ничего не крутится даже не крутится серьезно ну и пылесосил то хорошо ты как просто дух не смотреть нет вот я его открыл значит да я вот тут вот нигде не лазил но смотрю ну тут пропылесос все обратно стал материнку вообще не трогал значит блок питания снял у тебя пылесос на вдув не но я не стал вообще на максимум на легенькую поставил пропылесосил все обратно вставил ну я даже вот знаете вот водянку снимал я же не отсоединял там не правда ничего нет нигде вообще не с ним ставил включил все не работает все эти я вообще не помню я думаю это материнская плата на на самом деле достаточно специально на проблему когда ты полез чистить и знаешь чего там куда-то обманул то есть он тебе никак на кнопочку не реагирует до фронтальная панель у нас с тобой давай посмотрим сразу все люди правильно ground power все есть ground спикер есть но это ты вообще не трогал да и по нему reset но потом рука как он не включается пробу на замыкание там все все что угодно батарею вытаскивать вообще все варианты не работают на 3 power лет у нас дежурка на плату приходит то есть у нас все-таки блок ты говоришь все с ним нормально да вот питание отдельно на втором компьютере про при реально нормально действительно ли у тебя не стартует хорошо интересно то есть у нас просто нет с тобой никакого запуска да давай посмотрим действительно вообще реакции 0 от слова совсем слушаю в таких случаях конечно я тут и блок и говоришь переподключали без проблем да то есть все все четко у нас запуска нет вообще безусловно подозрение на то что часто бывает улеты системы ввода вывода ты без адресе на ремонт а с парнем да а ну хорошо вот соответственно еще разочек быстренько проверим то что у тебя действительно блок крутит вертит работает хотя бы так исключим эти варианты и все-таки нам тогда придется наверное с тобой сразу полезем внутрь более конкретно уже тогда сейчас постараемся быстренько оживить расскажи слушай мне всегда я на самом деле не служил вот я служил на теннистом корте в американских войсках на джем так а вот на сегодняшний момент сколько тебе это получается сколько 19 лет 21 а какие сложности вот сейчас вот в нашей так сказать ну не то что сложности в чем насколько тяжело сейчас служить зависит от какой часть попадет но ты свою своим опытом поделись ну и не почем в очебку лучше вообще не попадать а в чем в чем потому что там она установит он все по уставу то делаешь как тебе говорят вообще никаких вариантов нет ну а жутко щемят отношения нормальные в плане не щемят а тебе там сказали вот ну блин вам объяснить я даже не знаю ерунду тебе там сказали на центральном проходе на табуретке сидишь целый день устав учишь на это бред а если вот нормально попасть там хотя бы уходишь что-то уже делаешь это никуда интереснее ну и время быстрее я понял так 12 вольт есть в общем у нас сам себе крутится вертится да с блоком все нормально мать у нас не стартует поэтому в данном случае когда у нас абсолютно не старты не реагирует на кнопку мы сейчас сбрасывали ли вы bios допустим какие-нибудь такие банальные вещи батареечку высовывал ничего не помогало да я понял хорошо тогда нам все-таки придется достать материнскую плату раз у нас банальные вещи здесь уже не помогали макс ты еще сказал вот мы плату чувствую достали еще какие-то будут подробности по юсб шкам и по по слотам какие были тонкости но ты короче купил за счете запускалась только со мной представляешь одну и там в биосе надо было совершу по назову и включилась и эта панель сочи из мишни с систем ассоциального блока включаешь а не выключать то есть если ты подключал usb допустим 2.0 не работает только с отключением но это может быть связано с тем и избишь все после того как ты в биосе полазил и заработали все планки это да это еще при покупке давно было ну у нас логика тут просто друзья мы первым делом безусловно осматриваем на всякие механические подтверждения хотя бы так бегло чтобы прям каких-то следов знаете сбит вас чего-то не ну да не присутствовал опять же это лишь на ремонтик какой номер заказа осмотрим аккуратненько и конечно давай сразу первым делом ванька посмотришь на 2074 там давайте заглянем сразу в замечательный камушек кстати что у тебя тут за камушек стоит я 7700 ничего себе макс ты счастливый человек обалдеть 7700 кида легенда кибилл эйк такой все семерочки мол душа 7 еще 7700 еще 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 и кей а эти так скажу ты его хотя будто банального так снимал стелла в раме это общение само что интересно бывают такие симптомы то есть действительно когда ты коротнул немножко и нужно снять проц поднять вот и поставить обратный бывает куда еще раз просто проверим опять же это так просто случаев таких у меня бывало то что действительно пока проц не передернешь как бы забавно за аппарат или не за не запускаешься на это так безусловно я сами сомневаюсь что это нам особо тут поможет но попытка не пытка благо смотри у тебя здесь достаточно удобно форм-фактор флэш и bios а то есть если мы сейчас пройдемся замеры все все в норме все равно у нас не стартует мы бы достаточно быстро с тобой на программаторе сможем перепрошить твою мать и посмотреть допустим делали в этом ну то есть если ничего не работаешь и без как говорится да ну да запуска вообще никакого нету при этом у нас абсолютно плотно ни на что не реагирует на кнопку не так не сяк давай посмотрим вообще на кнопочку хоть что-то приходит у нас на кнопки 33 есть то есть вроде все все бодрячком но это ее не волнует поэтому ну тут все симптомы нам нужно сначала сделать то что нужно делать сначала так что система input output держись а 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 Особенностей прошивки данной материнской плате несколько. Во-первых, мы заходим на официальный сайт, качаем последнюю прошивку, она у нас качивается в формате CAP. Но CAP мы зашивать через программатор, естественно, не будем. Мы используем простую утилиту CAP2BIN, чтобы призывать файл знакомый нам формат, и чтобы он нормально смог зашиться, и плата должна была стартануть именно с нормальной прошивкой. Потому что если мы CAP-овский файл зашьем, мы получим немножко не тот результат. Такой ерундой мы заниматься не будем. Микросхема у нас в формате DIP-8. Соответственно, все, что мы делаем, это мы смотрим ее маркировку. В данном случае у нас W25Q128FV. Соответственно, на всякий случай сохраняем обязательно, друзья, дамп, чтобы ничего не упустить. Дамп сохранен. И уже преобразованный наш в BIN-овский файл последний BIOS с официального сайта просто зашиваем. Используем здесь достаточно современный Triton. Хороший программатор, который нас с Сашкой тут выручал, я не знаю, каждый день выручает с огромной скоростью. Что машина, как говорится мне, Саш, работает. Здесь уже микросхема запрограммирована, контрольная сумма, в общем, все огонь. Теперь мы, друзья, идем вот так вот высовываем эту штуковину. Понимаем то, что здесь все бодренько. И на ваших глазах, зная заведомо то, что все, проблем нет, все считано, запрограммировано прекрасно, мы вставляем, соответственно, в нашу материнскую плату вот эту вот красоту. И делаем вот так, смотри. Все, вставили. Подключаем все, что нам нужно подключить. Здесь заведомо уже есть. И смотри, что мы делаем. Дежурка у нас пошла. И гляди. Пост-карточку даже тоже можно сразу вставить. Смотри. Так, автостарт у нас никакого нету. И делаем вот так. И, о боже, мы закрутились, посмотрите. Мы даже крутимся с вами. Даже какой-то процесс у нас прошел, даже какие-то пост-коды побежали. Побежали пост-коды какие-то. Давай, какие-то странные, конечно, немножко. Тем не менее, ну-ка, прост, греется? Проц начал греться. У нас 7700K. Давай, дружище, выводи картину. Буб девайс LED. Уже все LED прошли. По идее, должна сейчас быть картинка. И да, мы имеем картинку. А 77700K запустился. Блин. Казалось бы, радость, да? Но не зря тут нет Максима. Потому что я его буквально полчаса отправил назад домой. Потому что прошивка, друзья, здесь не помогла. И дело было не в прошивке. Ну, по крайней мере, я это так понимаю. Потому что этот запуск связан, к сожалению, как мне кажется, именно не с тем, что мы взяли, переписали бьюз. Потому что, как я только это сделал, я первый раз запускал за камерой. У меня ничего не произошло. Ничего не поменялось. На кнопочке трешечка присутствует. То есть вообще все хорошо. Но запуска нет. И только после того, как, знаете, по классике жанра, я... Ну, то есть все указывал на мультиконтроллер, на дальнейшую замену мультиконтроллера. Но нет. Нет. После, знаешь, таких уже, называется, исторически опытных телодвижений, берешь область мультиконтроллера и начинаешь немного плату мять. Знаешь, разминка такая. Я это называю легкий массаж. Даже в материнской плате нужна разминка, назовем так. А у нас появился запуск. То есть у нас здесь налицо и сейчас плата стартует, что самое интересное. То есть если ее помять, повагинать в этой области, у нас появляется контакт, у нас кнопка начинает реагировать, и плата у нас запускается. То есть мы имеем здесь, скорее всего, 90% исключительно механический обрыв. То есть либо микротрещина, либо как раз-таки в этой области наводки какие-то у нас появляются, и плата стартует. Вот теперь грандиозный вопрос в этом всем состоит. Конечно, здесь это только с разрешением Максима что-либо делать. Но формально, вот так вот закрутив ее обратно в корпус, убедившись, что она стартует, она может работать бесконечно. Вот контакт он появился и чувствует себя хорошо. Он поставил его дома и ничем не парится. Но если мы допускаем, что где-то здесь обрыв все-таки присутствует, он также в любой момент у него может пропасть. И, я так скажу, не всегда эти моменты могут тут помогать. Поэтому, с одной стороны, просто то, что да, значит, где-то есть обрыв, и с другой стороны, сложно что делать. Менять плату целиком, потому что микротрещины у нас никто не ищет, это занятие неблагодарное. Либо пользоваться этой, пока она поживет. Риторический достаточно такой вопрос. Здесь уже сам человек будет решать. То есть максимально дешево, ну ничего, перепрошили, перепроверили, заменили термопасту, все, слава богу, запускается, и пусть даже пользуется. Но это неполное чувство удовлетворения, потому что, когда у нас есть фантомные такие неисправности, это самое, наверное, неприятное. Но из полезных моментов я сейчас, конечно же, все-таки подсоберу, попытаюсь погонять, потому что, ну мало ли чего, называется, помял-помял мультиконтроллер, и ему стало приятно в эту жару 35-градусную находиться здесь, и эта плата будет работать. Если же в дальнейшем такое будет повторяться, скорее всего, есть действительно смысл эту материнскую плату восстановить. Мне сложно соотнести, как пылесос, именно как надо было пылесосить так, что уж прямо появился обрыв между кнопкой включения и мультом, но что есть, то есть, друзья. Это здесь наглядно, осталось только немножко погонять и потестировать, уже подумать, как это все преподнести максимально грамотно, и, знаете, сделать так, чтобы это был действительно ремонт, а не просто какая-то вот такая вот ерунда. Все на ваших глазах. Давайте я вам продемонстрирую, друзья, по итогу, вот если ты, грубо говоря, подсобрал этот компьютер, что у нас здесь происходит. Включаем блок питания, все у нас собрано, и, по идее, мы должны сейчас включиться. О, МАЙГАД! Мы здесь сейчас уже включились, знаете, даже для меня это сейчас сюрприз, потому что я не рассчитывал на то, что мы включимся на полном серьезе. Ну-ка, смотри. Переписываем сценарий. Да, сценарий придется переписывать, но мы включились, слушай, да, после сборки, и да, у нас есть даже картинка, и даже пошли все моменты. Теперь смотри, называется эксперимент, да, все, мы загрузились, в принципе, что, получается, ну, как бы отремонтировали, да, берите огромное количество денег с клиента, либо еще что-нибудь, но суть в том, что, смотри, что мы можем сейчас с тобой словить, мы, допустим, берем, просто вот как раз проводим, я сейчас это все делал, и все сел, да, я сейчас это все делал с открученным винтиком на материнской плате, вот здесь вот, видишь, для того, чтобы можно было в прямом смысле слова взять, вот так вот, приподнять эту область, дернуть, но, что если мы сейчас возьмем и, допустим, делаем тут на самом деле даже не винтики, но просто его вот так вот закрутим. Тело матери из Казин. Тело матери, да. Так, шлеп, и получается, давай попробуем. Вставляем обратно все, как и положено. Наглядно. Делаем так, подключаем сюда, вставляем наш блок и стартуем. Все. Сдох. Угу, сдох. Теперь смотри, мы выкидываем, достаем, все, он уже не стартует, то есть опять та же проблема один появилась, при том, что вы видели сейчас наглядно то, что у нас все стартовало. Мы без проблем, прям вот так вот, в наглую, достаем этот винт, подключаем. О, смотри, он сам даже стартанул. Все, ему этого хватило. Стартанул и успокоился. То, что еще у человека кнопочка залипает. Друзья, мы в патовой, на самом деле, ситуации, а в том отношении, что никакую вообще гарантию на работоспособность этого пара дать невозможно. Поэтому еще и кнопка залипает, наверное, сверху. Самое противное и ужасное, это когда залипает верхняя кнопочка включения. Вот так вот. У вас винты в почек. Да, все. То есть, в принципе, если суперэкономный вариант, друзья, подводя итог всей этой вот такой вот ситуации. Во-первых, когда ты возвращаешься с армии, как мы поняли, не всегда первым делом нужно брать в руки пылесос. Потому что компьютеры этого, как показала практика, не совсем любят. Хотя достаточно странная ситуация. Мы можем оставлять его в таком состоянии с выкрученным винтом, и в случае не запуска клиента, просто человек выкручивает видеокарту, приподнимает вот так вот материнскую плату, и она дальше стартует, работает. Либо альтернатива целиком замена самой, знаешь, родной запчасти компьютера. Это мамы. И, друзья, мы сегодня начинали с исполнения мечты. Я хочу закончить исполнение мечты. А закончить исполнение мечты просто, знаете, мысленной. Я очень хочу, знаете, у нас, знаете, какое событие произойдет? 25-го числа у нас сейчас достаточно большая загрузка по заказам. Вот так если подвести итог. Мало того, что жарко, и кондеров нигде не продают. Большая загрузка. И 25-го числа уходит наш Саша в двухнедельный отпуск. И Ваня, возможно, на этих выходных тоже уезжает в сумасшедшую. Куда ты уезжаешь, Вань? Куда-нибудь. Куда-нибудь в сумасшедшее путешествие. В общем, мы теряем двух самых, назовем так, крепких крепышей компьютерной мастерской. И под исполнение мечты я хочу, чтобы у нас все-таки потихонечку находился новый мастер. Мы пробуем, поэтому, друзья, я еще вот закидываю удочку. Если вы компьютерный мастер, имеется в виду человек, который может делать диагностику сложных нам аппаратов, понимать, разбираться, знать, что такое ДРМО, знать, что такое Бутгварды, и вообще ориентируется по железу, мы искренне welcome. Серьезно. Найдем, договоримся, приезжайте, пробуйте свои силы. Нам сейчас нужно двигаться вперед. А двигаться вперед в одиночку в разы сложнее, чем двигаться вперед командой. На этой прекрасной ноте мы закончим. Спасибо, что посмотрели этот добрый ролик. Берегите страну, берегите себя, берегите своих компьютеров. И, конечно же, исполняйте свои мечты, какие бы они ни были. Будь то офигенный паяльник, либо путешествие в никуда. Да, неизвестно. Да, и носки, конечно, не забывайте, особенно если они в подарок. Пока-пока.